Во всех храмах по всему лицу земли будут читать эти слова. И почти во всех храмах умолчат о том, что здесь считали. Потому что занаряжено так считать. Положено. Мы вычитаем. А ведь это как раз говорит о мертвенности состояния. Что-то есть для чего-то. Дорога для того, чтобы по ней ездить. Платье наше для того, чтобы носить. Слово Божие для того, чтобы слушать и исполнять. Боженно слушающее и исполняющее. Что тут проще-то. И написано. Верно. И всякого принятия достойно слова. Слово достойно. Со всех сторон нужно рассмотреть. Действительно ненарекаемое. Вот слово достойно звучит в храмах самые торжественные моменты. Когда рукополагали у нас диакона. В это время возглашали по-гречески аксиос. Священника рукополагает. Согласие всей церкви. Аксиос. Народ кричит. Достоин, достоин, достоин аксиос. И в епископа. Как только уже перед самым рукоположением. Народ должен воскликнуть. Достоин, достоин, достоин. В эту должность. И вот, даже у нас, если рассмотришь, кого рукополагали, только взахаешься. Что случилось? Кого поставили на главу нашу? Так было в зарубежной церкви. Недавно рукополагали одного. Писали об этом. Предупреждали Лавру, что не ставьте его. Недостойный образ жизни ведет этот человек. Ничего не послушали. Тогда договорились так, два брата пришли. Как только будут... Момент подойдет говорить Аксиос, мы будем кричать Анаксиос. То есть недостоин. Это случай редчайший. И они так и сделали. Закричали Анаксиос. Несмотря ни на что, их схватили, скрутили, вытащили, его поставили. Он сейчас епископ у нашей юрисдикции. Не удивляйтесь. Но здесь-то нашелся человек, который закричал, это означает случай необычный, когда негодного ставят. А там, где привыкли, все они, КГБши и епископы, через ЦК партии ставили. А что вы удивляетесь? Это сказал не кто-то, а главный, над всеми церквами, Константин Харчев. В «Баганьке» Александр Нежный три номера подряд было пропущено. Дается 3-5 кандидатур, ЦК партии решают. Орган управления КГБ решает выбирать самых негодных. Из них самых негодных, теперь они выберут наинегоднейших, которые разращали бы все, только одну обрядность оставить. Против этой обрядности, что у нас делается, кадила, иконы, Сталин был не против. Ему это и нужно было создать видимость мистицизма, легитимности в переходной власти, что она божественна, всякая власть от Бога. Ему нужна была карманная структура церкви, он ее создал. Патриархия – это детище Сталина и Берии в 43-м году. Это весь мир знает. Поэтому куда нас тащат, мы должны помнить. Это не Божие устроение. Бог этого не делал. Направильно было на то, чтобы развозить заразу коммунизма по всему миру, главное назначение патриархии. И поэтому на каждое их рукоположение епископа нужно было громогласно кричать «Анаксиос!». Но этого нет. Сегодня будет сказано, что верно и всякого принятия достойно Слова. Вот Слово Божие, оно достойное. Какое? О чем? Что Иисус Христос пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Это мы считаем перед причастием. Самое главное, самое ценное в христианстве – это Христос. Он умер за наши грехи. Он пролил свою причистую кровь. Ничто грехи не прощает. Ни покаяния, ни исповедь, ни прощения, если не будет Христа. Это все в Израиле было. Иоанн ли креститель не был святым, да больше из пророков даже не восставало. Но он умер и пошел в преисподние места. Все патриархи в преисподних местах и Божья Матерь пошла бы туда, если бы она умерла до смерти Христа. Написано, все лишенные славы Божьи. Слово Божие говорит. Все до единого, не делающие добро, нет ни одного. Римлянам 3 глава. Но Сын Божий, дар Божий сошел с неба. Все грехи мира от Адама до последнего человека взял нас в свой хребет и понес. Это не просто крест был, это грехи мои лежали. Тогда, когда меня не было, потому что я был в будущем, а у Бога все в настоящем времени. Кто от нас не родился, а Бог его видит. У Бога нет вчера и завтра, у Него только сегодня. Это у нас есть время. Написано, времени больше не будет. Это великая тайна, что такое время. Ни один ученый еще не объяснил. Что такое время? Когда оно появилось? Это одна из самых величайших тайн. А мы привыкли часы чекать время. Это искусственный человек придумал разделять на какие-то маленькие фрагменты это время. Время это вечность. Доисторическая вечность, история творения, мир закончится и снова наступит вечность. Часы мира все остановятся. Это пустое все. Итак, достойно и всякого принятия в сердце слова Евангелия. Его запечатали тысячи лет нет в России. Оно недостойно оказалось прийти сюда. Сюда монахи пришли с лопатами, рыть норы, монастыри строить, храмы восстанавливать. Почему во время, когда началась перестройка, желанная перестройка, ее желали верующие и неверующие, все истомились в этой тюрьме народов в Советском Союзе. Империи лжи, империи зла. И что бросились опять за старое? Опыта у русских нет, чтобы слово сделать достойным принятием. Опыт был тот, чтобы создать вот внешнее, красивое, блещущее золотом. На чем стояла вся Россия? Слово оказалось ненужным. Его сектанты завозили, раздавали на стадионах машинами. Православные так ничего и не поняли. Нам храм Христа Спасителя никому не нужный совершенно. Даниловы монастыри, они никому не нужны. Были там детские приемники, здесь тюрьма настоящая, СИЗО. Будет опять то же самое, потому что слово оказалось ненужным. А слово, как меч, шло по земле и уничтожало ненужное. От края до края Бог наполнил ужасом землю в Египте. Так будет и в последнее время. И написано, видел на коне скачущего, имя ему слово. Подкровение читаем. И с ним воинство великое. Слово вначале было у Бога, и слово было Бог. И это слово Христос достоин всякого приятия. Прямо говорит, слово какое? О том, что Христос Иисус пришел в мир. Он был там, он вечный. Но через Деву Марии родившись приобрел плоть. И умер за каждого из нас. Научитесь говорить не просто «Отче наш», а говорите «Мой Иисус». Каких только слов не найдет любящая душа для любимого. И такое в Акаписках есть в сладчайшей Иисусе. Не органом каким-то воспринимаю, а что больше всего, это язык. У человека самые развитые мышцы, это челюсти, челюстные. Он все время жует. И поэтому орган, чувств наиболее у него развитый, то, что попадает в рот. И маленькому ребенку, что не дашь, он ребенок, он тянет в рот. Вот заметьте, когда начинаешь расследовать, почему? Вот это означает сладчайший. И, желая показать, как народ любил его, то вспомнил слова, люди говорили «Сахарный ты наш». Мы бы съели тебя, мы желали, говорит, от мяс твоих напитаться, от плоти твоей. Не только прикоснуться, а на язык тебя попробовать. Да насколько же ты приятный. Вот такой наш Господь, который отдал себя в пищу нам всем, чтобы мы соединялись с Ним через видение Его плоти. Что-то ужасное и называется страшная тайна, совершается здесь в алтаре. Мы ее скрыли там, Христос только в алтаре. А ведь это всего лишь только. Господь показал последний день, последний вечер, когда уходил, что так будет соединение, но я соединяюсь всюду и везде с каждым, чтобы жизнью своей подтвердили, что меня знаете. Достойно это слово, чтобы мы всем говорили, что Христос пришел в мир для того, чтобы спасти грешников. А уж если грешников, ясно, что за мной пришел. Ну неужели этого мы не знаем? Что-то нам еще непонятно, до чего-то не дошли, ума не хватило. Но грешить-то грамотно и неграмотно умеют. Только осталось совесть пробудить и сказать, да, действительно так. Все извращенное, чего только мы не желаем. Посмотрите, мир переоделся в мужскую одежду. Почему? Ну неужели? А потому что там в рюках удобно. Тысячи лет жили были неудобно. А теперь вдруг стало удобно. Почему? Мерзость. Ибо мерзок перед Богом всякий человек, женщина, на счастье мужскую одежду. Больше ничего не надо. И священники ни слова не говорят. Допускает до исповеди. Если хоть один раз ты надевала, сто пять лет, ни дня, ни эпитимию не наложат. Златоуз говорит, если священник не накладывает наказание, эпитимию за то, что ты нарушал, он погибает и погибает того, кого до причастия допускает. Поэтому ничего не скрой на исповеди. Возненавить то, что было в мире. И не просто так отложила брюки, помаду, галстуки. Уничтожь, сжечь. Сразу сожги, чтобы не осталось никакого следа. Это достойно всякого принятия. И Христос пришел для того, чтобы разрушить дела дьявола. Это все дела дьявола, чтобы гневить Бога. Если это мерзость, значит, противно моему Создателю. Значит, не сладость, а горечь я его принесу слащайшему Иисусу. В песне песней, первая глава, третий стих. Невеста, душа, слыша, как поются Христу акаписты, каноны, богослужения, говорит, достойно любит тебя Аксиос. Расшифровка пришла, что Сын Божий, он достоин этой хвалы, что в землях курилась воздыханиями неизреченными, песнопениями, молитвенными струями поднимался этот семьян к небу. Апостол Павел в послании к Ипсисянам 4.1 говорит так. Умоляю вас, братья. Ну и сестры, конечно, но к ним нельзя обращаться. То есть и вас, он умоляет, поступать достойно звания, в которое мы призваны. Сделал бы, да нельзя, почему я христианин. Я не знаю, как это не понять. Мне Бог дал понять это в первый вечер, когда я на псалтырное чтение наткнулся. Да не постыдятся во мне, все надеющиеся на тебя. Я бы сделал так. А у меня уже друзья есть. Но я пал и ушел. Но враги будут друзей долбить. Вот он ваш, смотри, чем занимается. Вот посмотри. Неужели тебе самому будет не стыдно, что именем твоим будут поносить твоих друзей? Или ты не любил никого, эгоист окаянный? Чтобы никто не постыдился, что со мной дружбу возил. Чтобы вам не стыдно было? Если скажут, а вот вы такие-то знаете, скажите, а что вы плохого знаете? Конкретно. Мы постараемся его исправить. А если ничего нет, ты возблагодари Бога, что спознался с Господом. Еще ничего за ним плохого нигде нет. У нас батюшка ненарекаемый. И епископа ни в чем не уловит. Мне задает вопрос священник. Вы не знают ли где-нибудь такого епископа, который взятки не берет? Который не требует приношения. С каждого прихода, вот как здесь местный, оброк не накладывает. Я говорю, знаю. Богу сподобил счастье. И тихий. И тихий. По фамилии Курочкин. У него носков даже нет. И он ни разу ни рубля никогда не спросил. Это батюшка, что сам даст, что даст. Они не могут по всей епархии назвать за все время ни одного епископа, который не требовал его подношения. Буквально не вытряхнивал их. Ни единого. Вот и все. Чем мы отличаемся? Тем, что мы счастливые. Итак, нужно достойно поступать своего звания. А это звание? Будьте святы, как я свят. Достигать его. Колоссиным 1.10. Павел пишет, что поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод. Какой он назначил? Достойно Бога. Мы дети Божии. Вот представьте, что учится дочь президента где-то и ведет себя не так, каково. Вот сейчас пишут, там такая-то Ксения, бывшего мэра Петербурга, ведет себя недостойно в раздетом виде. Он бы был сейчас живой, друг президента. Ему приятно ли было слышать, что она ведет себя столь непристойно, в голом виде выставляет себя. Мы, дети Отца Небесного, достойно Бога поступать. Вот и все. Качество Божие знаешь, подражай Ему. Павел говорит, что мы просили и умоляли вас поступать достойно Бога, призвавшего нас в свое царство. Те же самые слова только раскрывает достойно Бога, потому что Он нас призвал в царство, даровал царство. Да придет царствие Твое. Повторяю, когда мы говорим, да придет царствие Твое, в этих словах скрывается, Господи, хочу умереть поскорее. Не таблетками душиться на каждом шагу. Царство Твое придет, туда попадут люди, мешенные от Твоего тела, когда душа выйдет из тела. Расшифруйте дальше. То есть, Господи, я готов сегодня войти. А туда войти это только лишиться этого тела. Вы думаете просто так, преступника приговорили, повели на казнь. А расшифруй, что это означает? Это означает органы юстиции, исправительные органы, расписались в полном бессилии исправить этого человека, негодные. Поэтому мы его отсылаем к тебе, а к Богу не пошлешь тело. Таких ракет нету, чтобы в Старство Небесное послать. Восходит только душа, а душа тогда выходит, когда тела нет. Поэтому отрубаем голову, через эту горловину душа выходит. Теперь, Господи, разбирайся. Мы ничего не могли сделать. Все. Последняя инстанция. Казнь – это отправление человека на суд Божий. Ты любое действие земных властей разбери, и ты увидишь. Все это говорит по Писанию. Достойно. Принятие слова, что Христос пришел в мир. 1 Тимофея 4,9. Слово сие верно и всякого принятия достойно. А какое слово? Не просто слово Божие в Библии. Он впереди конкретно говорит так. Телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно. Все спорткомплексы по боку. Все их эти соревнования, олимпийские игры не нужны. Почему? Мало полезно, не бесполезно. Это полезно. Все эти упражнения йоги, дыхательные, мало полезны. А дальше говорит слово сие верно. Ты споришь? Да с кем же ты споришь? Дух Святой сказал, что это верно. И принятие достойно, такое слово. Больше внимания уделяет душе. Я всегда вам советую, ну, переложай спать, сердце болит, там, по ложке меду с теплой водой. Святые советуют жить в проголодь и в прохолодь. Лище, чтобы ничего не было. Меня жалеете, а я вас жалею, которые, не знаете, что такое перимпад температуры с 18 до 8. Бодрость Бог дает. Силу, крепость. А самое главное не злить. Вот там спокойно, солнце. Это основной принцип для того, чтобы получить здоровье. Меньше злитесь. Совсем не злитесь. Никак не злитесь. Что-нибудь только сказал, вижу, уже лицо изменилось. И сразу, ой, а ты злой. Что бы ни сказал злой, замечание сделал. Да я помню, ты меня уже ругал два раза. Замечание это в ругань уже, это говорит о том, что ты мертвец. А те слова, которые сказаны были бы тебе даже не по сердцу твоему, обозвали тебя змеей шипучей. И ты бы тогда поцеловала эти слова. Ну ведь можем сегодня, 2000 лет спустя, злиться на Иоанна Крестителя. Какой же грубий Иоанн был. Люди уже пришли. Такую даль. Потратили время. Некоторые с работы отпросили с тебе, на тебе. Перекрестил их, новое имя дал. Змеи. Да что же это за человек такой. Пошли-то по Туа тоже рассуждали. И Писание-то могло бы эти слова заменить. К пришедшим он ему сказал, ну дорогие, боголюбивая паства заярдамская, пришли все-таки. Как местный архиерей, боголюбивая паства. Почему ни один архиерей не сказал, барнаульские срамсы, все переоделись в мужскую одежду. Зачем вы приползли сюда? Церковь это не сарпентарий. Пришли. А бога не знаете, ненавидите, копоть устраиваете с вещами, выброси все отсюда. Ведь ни один не скажет. Лицемеры златолюбивые. В первом послании Тимофея 5.17 Апостол Павел говорит достойно начальствующим, присвятерам, оказывать сугубую честь. То есть двойную. И особенно тем, которые трудят в слове и в учении. Отсюда вывод. Вот если не проповедовать слово и в учении, никакой ли чести не достойно. Только по званию. Сказал, опустил голову и отошел. Сугубой чести никто не достойный из них. Ну, то, что совершает литургию, вот только за это. Сугубой чести. Особенно тем, которые проповедуют. Что, про это не читали? Патриархи не один. Ну, ты хочешь, если Павел говорит, стремлюсь к почести высшего звания. Где высшее звание почести? У Бога. А за что? За то, что проповедует слово Божие, несу учение Христово. Ну, и читали про это. Кому? Трудились в слове, что Серафим, Пиакуан, Игнатий, Берещенинов не слыхали про это? Почему прятались от народа, когда написано в учении, какой? Не с бумажками сидеть, а чтобы это все расходилось. Миллионами тиражей бы засыпали Россию хотя бы Евангелем Атиана. Ведь не было это, а все сектанты делали. Если они еретики, до них это дошло, почему до нас не доходит? Мы хуже еретиков. Один вывод только. Больше я никак не могу понимать. То есть мы не достойны этого звания, которое носим, что право славное. В 2-м послании, в книге Маковейска 4.25, что был поставлен первосвященником, по нашему патриархам, который ничего достойного первосвященства не принес, а только гнев жестокого тирана и ярость дикого дверя. Вот таких епископов ставит. Рясы срывает, кресты. Годы проходят, они извинения, ничего не приносят. Ходит, обской, в водой голову мочит. Рясы обман один. Ярость дикого зверя привезли к нам сюда. Это все было сказано. 2-я Маковейская книга 6.24. Когда предложили старцу Элиазару, 90-летнему, спасти его жизнь через то, чтобы перед людьми показать, будто есть баранье мясо наса, а люди пусть думают, что свиное. И он говорит, недостойно нашего возраста лицемерить, чтобы других не соблазнить. Недостойно нашего звания лицемерить. Я маленькие вам просьбы говорил, гляжу, почти никто к этому не прислушивается. Не переодевайтесь здесь. Дома переоденьтесь по форме, придите так. Наденьте теплые шапки, что ну ладно, зима сейчас пройдет летом, хотя пройдите, как красиво смотреть. Вы посмотрите, вот сейчас пришла газета, девочки наши сфотографированы. Они поражают воображение. Со всех сторон, на тебя сколько смотрю, это не артисты. Маленькие слишком дети для такой роли играть. Как ребенок стоит, смотрит, открытые глаза, лицо не искажено, никакими дерганями. И потом ребенок вдруг закрывает свои большие, красивые глаза и поднимает руку. Кто ее так учил? Я смотрю на снимки, действительно они это поняли. И они сразу запустили в интернет, Москва затребовала. Мы даже не понимаем, что здесь у нас делает Господь. Достойно иметь таких детей, достойно надеяться на них, но и великая опасность поджидает их. Дьявол уже стоит рядом. Дети красивые, это уже где-то родился какой-то маньяк, жертвы кого-то могут встать. Дети эти нуждаются в особом нашем попечении, в молитвенном. Чтобы они вошли в Царство Небесное, чтобы душу нашу при входе в рай, ангелы встретили кликами, кликами, аксиос достойны. Господь нас признал достойными, чтобы дать нам вот это место для поклонения Его Всесвятому имени. Он признал нас достойными, чтобы за нас мэр города, прокурор края заступились и дали мне эти здания. И мы столько уже лет здесь радуемся. Это Бог признал нас такими. Не по нашему достоинству, а по великому своему милосердию. Чтобы мы не осквернили это место, чтобы во всем были угодны Господу. И это все мы находим в сегодняшнем маленьком чтении. Я засчитал всего лишь один стих. А из него считается только концовка. Я есть первый грешник. При счастье все считают, но впереди-то в написанном принятие достойно слова. И тогда только ты признаешь грешник, когда Слово Божие тебя обличит. Когда Слово Божие высветит всю внутренность, прошедшая и покажет страшное будущее. Когда Слово Божие поставит на колени. Вот тогда достойно ты можешь оценить, что ты никто, ты мерзость, сгусток греха. И тогда скажешь, я первый из грешников. Это концовка предложения. У нас все перепутано. Всюду ложь. Если говорится, что кровь Иисуса Христа ощущает нас от всякого греха, то не забывайте, 1 Иоанн 1, впереди написано. Это одно предложение. Если ходим во свете, как Он во свете. Запятая. И имея общение друг с другом, они не в монстре залезли, не в подпол, не скрылись. Запятая. Так кровь Иисуса Христа ощущает нас от всякого греха. У нас третья часть предложения взята. Когда мы имеем общение друг с другом, простое дело сказал, что я хочу вас выслушать, как вы пришли в эту общину. Даже не все еще написали. Напишите. Это ваше свидетельство будет на тысячу экземпляров. По всему миру разойдется. И даже это никак не трогает. В чисто старообрядческом духе заглохли, засохли. Ничего не могу вас размочалить никак. Мы сегодня еще раз будем говорить о том, чтобы создать круглосуточное моление. Были молитвы. Спешите. Оцените себя, что вы еще на это годные. Те, которые уходят, он целый день за рулем, машина мотается, ему некогда. Вот только так может ночью где-то встать. Самые трудные часы ночные, а может быть среди дня. Возьмите на себя. Попытайтесь. Может что-нибудь у нас получится. Нас достаточно. На 50 человек 24 часа разбить. Ну, вполне даже пристойно будет. Тем более у нас есть больные. Это самые наши молитвенники. Чтобы действительно Господь увидел, что мы достойны принятия Его. Что мы любим Его. Что желаем с Ним соединиться. Аминь. Аминь. Аминь.